Оно было просто шире намного. Его сократили. Речь об одном из Барнаульских озер. На Змейногорском тракте рядом с поселком Южный строители планомерно засыпают в водоем. Как утверждают местные, мусор и глина кочуются в строящейся транспортной развязке. Причем уже около двух месяцев. Сегодняшняя, конечно, наша проблема – это то, что мы очень переживаем за наши озера. Сзади меня вы видите озеро, на берегу озера я живу. А дальше его не видно. Впадает с Южного еще одно маленькое озеро. Все эти озера у нас идут с ключами, то есть бьют ключи. И уже вот это озеро, которое самое большое, оно у нас через дамбу, через трубу переходит сюда. И через дорогу впадает в обь. Озеро-то живое. Озеро природное. Неналивное, нерукотворное. Здесь останавливаются утки дикие, кормятся. И нынешним летом я видела утку с выводком, которые там фарватер прокладывала для утят. Озеро маленькое, но ряд своих функций выполняет. Вот это вот маленькое озерцо является отстойником. То есть, когда идут сильные дожди и так далее, в озеро, которое сзади меня не наполняется водой и также не опускается. Оно всегда держит уровень. Потому что вот этот отстойник, он работает именно с этим уровнем. От того, как они отсыпали это все, уровень уже нарушен. Уже очень многие жалуются. Озеро засыпали изрядно. И вопрос-то в том, что были ли согласованы вот эти работы с Минприродой, знают ли там. Я пыталась дозвониться в Минприроды, но, к сожалению, не смогла. Между тем, как нам пояснили в Министерстве транспорта региона, никакие отходы от строящейся развязки к озеру не свозят. Ответ мы получили и от ответственных за участок федеральной трассы. В связи с обильными осадками в августе произошел размыв земляного полотна на 13-м километре федеральной автодороги А-322 Барнаул-Рубцовск, граница с Республикой Казахстан. Специалисты у Пордура Алтай направили в адрес подрядной организации предписание о необходимости проведения мероприятий по ликвидации размыва и укреплению откоса насыпи для предотвращения разрушения земляного полотна и проезжей части. Соответствующие работы и выполняются на участке. Они проходят в полосе отвода федеральной трассы между трассой А-322 и улицей Зоотехнической. Расположенные они подалеку озера, при этом не затрагивают. А вот по словам Василины Зайнулиной, строители пообещали перестать засыпать озеро три недели назад. Однако обещание свое не сдержали. Крайняя машина была совсем недавно. Может быть дня три-четыре назад. Мы боимся, что дальше это все будут делать. Вот если дальше его уменьшить, этот отстойник, то у нас, конечно, начнутся проблемы. Мы стоим все на берегу. Озеро очень близко подходит к нашим домам. Мы затопим и дома. Ну, я думаю, что проблем будет много. Нельзя относиться к природе вот так. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.